Артём, как это так, что твой новый телефон не работает? Этот телефон никому не нужен! Сейчас я избавлюсь от него с помощью этого молотка! Хля! У меня сейчас в душе творится что-то непонятное. Всем привет! Вы просто не представляете, что же сегодня у нас случилось. Вот этот вот Артём, именно вот этот вот Артём. Мало того, что сегодня утром меня напугало, ведь я проснула в 7 часов утра, так как мне нужно было идти в школу. Он сидит такой, одет уже. Я такая говорю, а куда ты собрался? Он такой, к своему другу. Он, во-первых, меня оставил. Я была одна в школе, умирала там, училась, у меня мозг работал. А он с другом развлекался. Я 8 раз сегодня покупался. Он 8 раз плавал, футбол играл, смотрел, наверное, разговаривал. Потом на велосипеде катался. Что это такое? И вот вы представляете, что же у этого мальчика? А можно вопрос, что ты делаешь с подругой? Ты не катаешься на велосипеде, ты молчишь. Нет, на велосипеде здесь не катаюсь. Я с ней говорю, но на велосипеде здесь не катаюсь. Короче, сейчас история про тебя. А не смотришь, наверное, не смотришь, да? Перестал работать его новогодний подарок, который ему Санта-Клаус подарил. Ну вот кто знает, почему, пожалуйста. Так вот, я у него спрашиваю. Артем, как это так, что твой новый телефон не работает? Он такой говорит. Ты его сломай, пожалуйста, еще. Он такой говорит. Ну, я его на полотенце положила. Я же был в бассейне, наверное, немножко намокнет. Ну, а что? Артем, говори правду. Он такой, ну, на немножко, на две секунды буквально, чтобы сходиться. Он все-таки водонепроницаемый, ну, что и сделаешь? Да, короче, у нас бракованный телефон. И так как сейчас уже достаточно поздно, мы попросили нашего супер-мега-папу. Двенадцать ночи. Нет, еще не двенадцать ночи. Капец, Маргарита, двенадцать ночи. Что же делать? Восемь часов, Артем. Восемь часов. Всего лишь восемь часов. Ну да-да-да, рассказывай, даже не у тебя прибывай. Потому что там динамик не работает. Вот. И я попросила своего мега-мега-папочку отнести и поменять этот телефон. Поэтому сейчас папа потратит свой вечер, меняя Apple. Меняя iPhone. Вот так вот. Вот если он должен быть водонепроницаемым, а я всего лишь на одну секунду зашел под воду, вот, вот, вот вода, я вот так вот, оп, и все. И больше ничего. И на пять секунд, я тебе клянусь, на пять секунд. На пять секунд или на две? Ты же говорила на две. Или на пять? Не важно, ты просто прослушалась. Хорошо, все равно. Ну так вот, и мы надеемся, что моему папу все получится, и он поменяет этот телефон, так что, папа, все, можешь уже его отнес. Артем, складывай свой телефон, вот пакетик, и папа все с вами понесет. Сейчас надо нормально сложить, но провод, потому что, если не будет провода, то не будет провода. Вот так. Конечно. Умно, о чем сказано, умно. Я старался. Пока, кстати, наушники тоже не работают, да? Наушники, кстати, тоже. Я вот выхожу из бассейна. Уже там... А у тебя лучше не вокры были, случайно? Ты засунул, а она так раз в током. Нет, кстати, ребята, хотите, чтобы я вам сейчас показал, как работает динамик? Сейчас, 3 секунды. Сейчас, сейчас, сейчас. Можешь пока что-то рассказать интересное. Вот, слушайте. Уже ничего не надо рассказать. Это на полную область. Сейчас, пьян. Тём, Артём, затопил телефон. Затопит. Ну, если сюда попала водичка, то что же ты сделаешь? Он, кстати, пытался её убрать. Вы когда-нибудь видели, что батя целовал телефон? Или вообще-то... Это странно, если сейчас на всём. Ну, всё, Артём, проезжайте со своим телефоном. Обязательно ставьте лайк под этим видео, чтобы папа всё-таки смог поменять его новогодний подарок. И пишите в комментариях, были ли у вас такие случаи. А также подписывайтесь на мой канал и на инстаграм, если вы это ещё не сделали. Смотрим видео до конца и ждём, ждём, пока папа придёт и расскажет, что же ему в Эппо сказали. Ну да, пожалуйста. Поддержите нас с лайком. И этот. Это чудо. Миньон. Я его Миньон называю. Посмотрите, какой он милый. Такой жёлтенький. Кстати, если вы хотите... Вернее, не знаю, мне больше вот такие вот телефоны нравятся, чем обычные, такие вот, как я снимала, какой мне подарили. Посмотрите, какой он яркий, жёлтенький, от Миньон. Я предлагала Артёму снять DIY. Знаете, наклеить сюда глаза, рот, такой костюмочки. И он у тебя телефон, Миньон. Хочешь сказать, что Артём не спросился? И Артём сказал мне. Как и другой Артём, не ты Артём. А, правильно. Есть чё, конечно, что... Вот знаете, хорошо, что я в Америке живу. У меня есть хотя бы преимущество, что мы можем пойти и попробовать хотя бы поменять телефон. А если бы Артём уже поехал к себе домой, в Украину, то я бы уверена, тихонько, то я не уверена, что ему бы там поменяли. Но, в принципе, есть плюс. Он бы не пошёл тупать в бассейн и не утопил. Но, зная Артём, он бы в снегу утопил. И во льду упал, и в ванной уронил, и почистил ему зубы, и всё такое. Да, Артём? Артём, его принимают как хочешь. Зачем ты его вытирать сейчас будешь? Кто как хочет принимает, не кто. Что я взял? Что он делает? Что ты делаешь? Ты реально натирать видишь? Ну, а что мне делать? Надо красивенько готовить, чтобы... Правильный мальчик. Он сейчас ещё дунет, плюнется за... Всё, пап, можешь его забирать. Он всегда такой. Тебе надо эта наклейка? Себе, мне что-то надо. Хорошо, я тебе её дарю. Можно я себе на голову? Можно. Apple сразу понять, человека тоже нет. Ну что, папа уже пришёл домой, и как вы думаете, какие у нас новости, хорошие или плохие? У меня сейчас в душе творится что-то непонятное, я сейчас честно... Вот честно. Пишите в комментариях прямо сейчас. Итак, Артём, ну как ты думаешь, вернули тебе телефон? Поменяли или нет? Или это пусто. Мне страшно играть. Подожди, подожди, подожди. Закрой глаза, сейчас я тебе всё определю. А вы, подписчики, пишите в комментариях, как вы думаете, что же там, новый или не новый. Артём, закрывай глаза. Открывай, как ты думаешь, он новый или нет? Неужели. Вот, пишите в комментариях. Открывай, Артём. Ну подожди, открывай плёнку. Вдруг это просто они тебе ещё раз запаковали в плёнку и всё. Давай тяни за ниточку твою. Опа! Сейчас будем каждый шаг смотреть. Кстати, ребята, мы вам не показывали именно самый этот новый. Сейчас мы вам проведём минимальный обзорчик. Когда Санта подарил Артёму на Новый год этот телефон, то мы как бы его не показывали. Поэтому, короче, давайте мы вам его покажем. Вот такая вот прекрасная коробочка нас встречает вот этого вот телефончика. А главное же это с половиной планеты какой-то жёлтый. Очень красивый. Тут написано всё по-китайски. Тут тоже непонятная штука. Артём, он не по-китайски, а по-английски. Нарисован мусорник. Артём, открывай его давай, а то вдруг он не новый. Ладно, да, Артём, я всё-таки открою. Давай, раз, два, три. Телефон новый, горе! Или не новый, мы ещё не знаем. Подожди, давай я буду открывать. Давай, давай. Знаешь, ты, конечно, протирал твой телефон, но я не думаю, что настолько хорошо. Хочешь, давай ты его сам доставай, это же как бы твой. Так что, ребята, вот сейчас это самый-самый важный момент. Пишите в комментариях, новую или не новую. Может быть, мне не снимать прямку? Чтобы у тебя точно смеялись. Спасибо, просто. Ну, так выглядит красивенько. Лично, пальцы его прям трогать, да, не хочется? Смотрите, тогда вот твой. Артем, тебе повезло, тебе поменяли телефон. Смотрите, это его зарядка. Вот. Дальше, в этом же пакетике. Есть наушники. Артем, теперь твои наушники будут работать. И также там есть зарядка. Как они так красиво упаковывают зарядку? Вы видели, как я ее упаковал? Почему у них так красиво? Артем, у Артем. Наверное, да, логично, потому что это Apple. Итак, ребята, момент истины. Ребята, а вы пока пишите в комментариях, ломался ли у вас когда-нибудь телефон. Допустим, у Артема он постоянно ломается, да? А у меня, как ни странно, вроде бы вообще никогда не ломался телефон. Не знаю, то ли я с ним чересчур аккуратно, то ли еще что-то. Вообще ни разу у меня не трескался, не развивался. Я даже никогда не теряла телефон. Вот смотрите, вот этот телефон, у меня с ним нечего не случилось. Вот, смотрите, у меня вот такой вот телефон. Он розовый, можно сказать, золотой. А вот у Артема желтый. Пишите в комментариях, какой телефон вам больше нравится. Мои жирненькие пальчики снова уже все заляпали. Жирненькие пальчики, конечно, кто сэндвич кушал. Перед этим. Теперь мои руки тоже в его пальцах. Артем, 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 Артем. Вот. Мы очень-очень рады, что на Мэпл-со-3 поменял телефон. А я-то насколько рад. Давай, поделись своими впечатлениями. Мои впечатления. Больше никогда не буду ставать телефон в воду. Там-та-та-дам. Вот, ребята, пишите, да, еще раз в комментариях, ломался ли у вас когда-нибудь телефон. И отвечайте на все-все-все-все вопросы. А сейчас, кстати, у нас уже 10.03. А сейчас, кстати, нам надо померить. Ой, найти чехол теперь. Да. Сейчас мы еще будем, вернее, сейчас уже потом будем искать для телефона Артема новый чехол. Кстати, для моего тоже, так как он уже давний, можно сказать. Все, ребята, мы надеемся, что вам этот влог понравился. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И на инстаграм ссылочка будет в описании. Большое спасибо, что были с нами. Всем пока-пока. Очень было страшно. Люблю вас. Я молился, чтобы его спасли. Люблю вас. А я так как люблю. Субтитры сделал DimaTorzok